Всем привет! С вами Ксения Ильи. Рада приветствовать вас на моем канале. Мужскую открытку всегда сделать очень сложно, потому что мы не сделаем ее с цветочками, с бабочками или с какими-то милыми зверушками. Нам хочется сделать что-нибудь брутальное, даже в стиле каш. Сегодня мы с вами рассмотрим какие-то интересные техники, интересные приемы и попробуем из подручных материалов наших девочковских сделать что-то мужское. Хочу вам признаться, для меня сделать мужскую открытку это целое испытание и достаточно такой серьезный вызов для себя. Поэтому сегодня будем экспериментировать вместе с вами. Сегодня я вам покажу несколько очень интересных приемов. Я их уже потестировала и проверила, как это все будет выглядеть. Открытку будем делать в стиле чисто и просто, но она будет такая достаточно кранжевая, потому что все-таки мужская тема. И она будет монохромная. Я уже отрезала картсток серебряного цвета. Он такой перламутровый серебряный. Основу и ту фронтальную панель, с которой мы сегодня будем работать. Начну именно с нее. У меня есть вот такой вот трафарет от Тима Хольца. Он гранжевый, такой потертый. Кранжевый не очень свойственный стилю, чистый и просто. Но я всегда говорю, что было бы скучно, если бы все соблюдали стили в чистом виде и не переносили бы туда немного индивидуальности. Поэтому я буду использовать сегодня трафарет по назначению. Буду использовать текстурную пасту. Вот такую текстурную пасту, моделирующую от фабрики Декору. Но не просто моделирующую пасту. Сверху мы ее покроем пудрой для имбоссинга. Вот такого вот темного, стального, графитового, я бы даже сказала, цвета. Если вы еще не работали с пудрами для имбоссинга от фабрики Декору, очень советую вам посмотреть обзор. Он висит у них в блоге. Именно по пудрам для имбоссинга. Какой бы гранжевая открытка ни была, всегда нужно соблюдать аккуратность, особенно в стиле чистый и просто. И мы, естественно, не хотим для того, чтобы пудра для имбоссинга приклеилась по всему листочку, в тех местах, которые нам не нужны. Поэтому я всегда подготавливаю поверхность какой-то пудрой, снимающей статическое электричество. Лично я пользуюсь обычной самой присыпкой для детей. Она у меня осталась от сына. И она очень хорошо работает для этих целей. Теперь я бы закрепила нашу основу для того, чтобы она не ездила при работе с трафаретом. Для того, чтобы границы трафарета были четкими и не расплывались. А теперь самое главное все делать очень быстро. Я сразу подготовлю, открою текстурную пасту. И сразу открою пудру для имбоссинга. Так, зачерпываем небольшое количество текстурной пасты. И аккуратными движениями наносим текстурную пасту на панель. Быстро снимаем трафарет. И покрываем пудрой для имбоссинга. Жаль, что здесь в местах крепления приклеилась пудра. Но это не беда. Можно просто взять сухую кисточку и все излишки убрать. При работе с текстурной пастой не забывайте сразу же очищать инструменты от нее. Трафарет, мастихин. Потому что если она приклеится, потом придется очень долго вымачивать. И это может испортить ваши инструменты, в первую очередь трафарет. Еще один момент. Если вы не хотите, чтобы ваша бумага гнулась, чтобы ее повело. Лучше всего дать фену для имбоссинга нагреться секунд 30. Поработать. И тогда он будет достаточно горячим, чтобы пудра для имбоссинга плавилась быстро и бумага не вело. Пока фен для имбоссинга был горячий, я сразу покрыла имбоссингом вот такой вот кусочек просто бумаги у меня остался. Он как раз подходит под размер вырубки. Я хочу вырубить слово U. И покрыла материал вспененный черного цвета. Вот такой вот штукой называется Stick It. Для чего она нужна? Это очень-очень-очень тонкий клеевой материал, клеевой слой. Вот он защищен двух сторон. Я могу показать, что вы видели. Он очень тонюсенький, прям тонкий-тонкий. И сама бумага, которая защищает этот слой, она тоже тонкая и легко прорубается ножами. Поэтому я сразу двух сторон покрыла для того, чтобы легко собрать свою вырубку и приклеить ее на место к открытке. Прежде чем собрать открытку, нужно сделать уже надпись. Делать надпись я буду черными чернилами пигментными от VersaFine. Для того, чтобы впоследствии подержать черный цвет на вырубке U. И так как они достаточно долго сохнут, я лучше их подсушу феном, для того, чтобы быть уверена, что я их сейчас не смажу. Так как все-таки бумагу немного повело от того, что нанесли и текстурную пасту, и долго ее сушили феном, я все-таки решила посадить ее на вспененный материал, для того, чтобы на основе она была все-таки более плоской. Уже нанесла двусторонний скотч и буду приклеивать этот вспененный материал. Я надеюсь, что все-таки вспененный материал удержит открытку в ровном положении. И теперь приклеиваю к основе для открытки. Отложим пока в сторону. И теперь пришло время вырубки. Достаем ее. Сначала соединим верхний слой. Так у нас получилось свое собственное объемное украшение. Теперь прицепим его. На самом деле я сейчас борюсь с желанием добавить сюда каких-нибудь маленьких элементов. Например, пайеток или капелек, или, может быть, деревяшечек. Я сейчас подумаю. Я нашла в запасах вот такие вот эмалевые точки. Подумала, что добавить сюда интересы эмалевыми точками было бы очень здорово. Теперь точно все. Открытка готова. Вот так, используя трафарет, пудру для имбоссинга и текстурную пасту, мы с вами сделали брутальную металлическую открытку для мужчины. Монохромную, заметьте. Жмите «Мне нравится», если видео вам понравилось. Если вы до сих пор не подписались на мой канал «Милости», прошу, потому что раз в неделю по среду вас ждет новое видео. Увидимся совсем скоро. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok